Отлично. Ну, давайте тогда начинать. Смотрите, сегодняшний вебинар у нас посвящен тому, чтобы мы с вами построили первый дашборд в NBI. Вы посмотрите, как подключаться к данным, как строить визуализации, то есть, насколько это просто, удобно. Ну, тогда, собственно, приступим. Добрый день. Скажите, всем ли слышно, видно? Да, видно, слышно. Можем начать. Да, да, ждем. Начнем сначала. Вот, собственно, когда мы авторизуемся на портал FNBI, у нас видно несколько страниц. Это собственные директоры, где у нас находится основная отчетность. Она представлена в формате каталогов Windows, либо же, если пользователи, мы, скажем, рассматриваем из системы Tableau, то тоже достаточно привычная, где у нас имеются уже заготовленные, скажем так, вот разделы, где мы можем посмотреть нашу отчетность в зависимости от их логического содержания. Дальше, если мы перейдем на следующую вкладку Dashboard, то можем заметить, какие у нас имеются каталоги, собственно, перед тем, как их публиковать в общий доступ и для, скажем так, взаимодействия с отчетностью. Здесь мы можем посмотреть, какие у нас имеются отчеты, и также каталоги по аналогии с Windows, в которых могут находиться различные сущности и Dashboard. Если мы перейдем на третью вкладку Data Preparation, мы сможем посмотреть и ознакомиться с теми форматами данных, которые сможем выгрузить сюда, а также вот орг структура, которая представлена на этом экране. Собственно, это различные вкладки, например, группы, это сформированные так или иначе каталоги для хранения данных. То есть внутри у нас могут находиться различные данные в зависимости от их функционала. То есть здесь могут находиться данные продаж. Если я сейчас делаю отдельный каталог и назову его, то вот так можно легко назначить и здесь распределить на логическом уровне у нас хранение и распределение данных. И в дальнейшем вот каждому из источников вы можете выдавать доступ пользователям, то есть кто-то будет видеть конкретные из папок, а остальное будет не видно. Давайте вот создадим какую-то из директории. Пусть будет это демо-ташборд. И, собственно, перейдем к выгрузке данных. Перед этим стоит уточнить, что, в принципе, у системы есть два режима работы. Это Direct и Spider. Spider, он достаточно похожий на формат обработки данных Tableau, на его внутренний движок, который тоже хранит и вгружает данные на сервер, и который представляет из себя выгрузку данных из вашей базы, какого-то документа Excel, CSV или же другого формата. Direct – это подключение к базе напрямую, когда все запросы у нас адресуются и, соответственно, обрабатываются движком базы. То есть если вы хотите спроектировать все ваши витрины данных, все ваши, скажем, таблицы, вы можете все это переадресовать, чтобы Fine BI подключался напрямую к ним через Direct-формат к вашему структуре хранилища, либо DWH. Сегодня мы будем работать с типом файлов Excel, и давайте сейчас продемонстрирую те, которые у нас доступны. Это вот, собственно, три файла – это заказы, люди и возвраты, но вот мы давайте подключимся к тем данным, которые у нас доступны на сегодня. То есть вот это данные по регионам и также данные по возвратам. При загрузке данных мы можем посмотреть, как у нас распарсится документ Excel, то есть если у нас было больше страниц, то он бы также их раскрыл, и мы смогли бы выбрать только те страницы из документа Excel, которые нам необходимы, и дальше загрузить их в систему и как-то переименовать другим образом. То есть вот здесь мы можем переименовать таблицу, например, вот тут я сделаю возвраты, вот это я сделаю так. И после этого я выгружу их в систему. То есть автоматически у меня присвоили значения тем, которые я их присвоил первоначально, и после этого я уже могу… Так, сейчас отключу. Вот так. И после этого я уже могу изучать сами данные, которые находятся на вкладке вот здесь представления. То есть это прежде всего дата превью, когда мы изучаем те данные, которые выгрузились в систему FIMBI. Можем посмотреть на состав значений таблиц, строк, то, что у нас находится внутри. И по формату, собственно, мы здесь видим несколько значений. Это вот такие решетка, это все значения показателей, хранящие количественную информацию о данных. Это у нас измерения, собственно, они помечаются буквой «Т», либо же вот такими часами это формат даты. То есть это представляет из себя измерения, которые хранят качественную информацию о наших данных. Когда, например, может быть вот как здесь формат класса доставки, это может быть регион, области, категории, подкатегории товаров. И после этого мы можем взять, представить вот в таком формате, чтобы не листать таблицу достаточно длинную, и чтобы не было достаточно вот так сложно. Потому что у нас вот представлена таблица вся, и из них только 55 тысяч строк, которые разделены на 50 страниц. И, собственно, когда мы изучили типы данных, когда увидели, что у нас находится, какие поля и как мы их можем переименовать, например, давайте это сделаем здесь, категории, город, какие-то основные поля, которые нам понадобятся для анализа, мы, пожалуй, переименуем здесь. Здесь скидка. Регионы. И, в принципе, дальше, например, продажа. Так, и можно еще, вот здесь, например, субъекты, это организационные уровни, которые у нас представлены в Российской Федерации. Собственно, после этого мы можем провести аналогичные действия здесь, переменав столбцы значений, и после этого мы перейдем на вкладку Blat Analysis. Она представляет из себя тип соединения, которые у нас как взаимосвязанная таблица. Я вот сейчас покажу это уже на рабочем примере, как у нас выглядит данный формат. То есть здесь мы видим, что у нас источник связан из двух других, и на основе этого набора данных датасета мы формируем третий источник данных, который, вот, собственно, мы можем перейти, кликнув, и тогда у нас откроется, собственно, дашборд, который мы разработали ранее. Ну, давайте вернемся к нашему первоначальному источнику. Пытаемся обработать данные. Здесь, например, у нас имеется тип associated view, это взаимосвязи между данными, которые мы можем назначить, например, в взаимосвязи там один ко многим, многие ко многим, один к одному, которые необходимо преобразовать на логическом уровне. Давайте попробуем создать наш self-service датасет и назовем его датасет для демо. Руслан, а можно я тебя на секундочку перебью? Тут коллеги уважаемые немножечко пишут, что мелковато, можешь попробовать как-нибудь F11 нажать? Так, давайте сейчас попробую. Так, скажите лучше. Вот если так вот, да. Ну, давайте тогда продолжим. Или давайте сейчас попробую сделать. Да, просят еще зума добавить немного. Зума. Ну, разве что так я могу подсвечивать тогда какие-то объекты и сущности, которые будут необходимы для анализа. Вот так лучше? Давайте тогда вот буду выделять. Собственно, после того, как мы выгрузили наш датасет, давайте вот проведем какие-то с ним преобразования. Для этого мы можем выгрузить формат значений, которые у нас представлены здесь. То есть тот же первоначальный набор данных, которые выгрузили, но при этом мы можем ограничить в датасете только не те показатели измерения, которые нам понадобятся в конкретной ситуации для анализа. Мы можем вот сейчас убрать некоторые из них. Почтовые кода, там другие даты доставки, вот сегменты можно переименовать потом. Собственно, вот эти значения можем убрать и использовать только некоторые. Следующее действие мы можем переименовать те значения, которые не получилось или мы не захотели переименовывать при выгрузке данных. Поэтому можем, собственно, сделать вот такие действия. То есть это у нас, пускай будет, или не надо, спираты, сегменты. И здесь давайте изменим код категории. Собственно, после этих преобразований, когда мы привели данные в нормальный вид, можем взять и подсоединить какую-то другую таблицу, которая необходима для анализа. Выберем вот таблицу с менеджерами, которые привязаны по региону. То есть здесь я выбираю поле, которое я уже переименовал на русский язык региона, и я хочу связать его с полем регионы, которые у меня представлены в таблице менеджеров. После этого происходят некоторые преобразования в системе, которые мы можем дальше заметить и легко понять, какие данные у нас выгрузились и как они соединились. То есть здесь отдельно синим цветом представляется таблица Superstore People, которая ответственна за региональных менеджеров для каждого региона. И здесь у меня вот данные, которые, собственно, первоначальные, со значениями фактов. После этого я могу проделать какие действия. Я могу добавить еще какие-то значения, если они имеются, например, там по менеджеров, но здесь у меня связки такой нет. То есть здесь интерфейс достаточно нативный, понятный и позволяет реализовать инструменты селл-сервиса для соединения и форматирования данных без знаний каких-то SQL. То есть здесь я просто выбрал показатель либо измерения, которые необходимо связать в этой таблице и в этой. И после этого я, получается, заджойнил данные, получил новый датасет. Ну, после этого я могу также убрать некоторые поля, потому что у меня поле региона дублируется дважды. Я могу его здесь убрать, а это переименовать на менеджеры. Собственно, давайте еще присоединим нашу таблицу с возвратами, которая была объявлена ранее. Здесь мы также выделяем order ID, который мы связываем, и можно заметить потом, как у нас подсоединились статусы возвратов. Здесь вот в данной, скажем, колонке значений их нет, но если они были, они также связались по order ID и подвязались по значению возврата ES, которое было обозначено при выгрузке. Собственно, после этого мы можем сохранить наш датасет и перейти на вкладку данных. Посмотрите, какие итоговые у нас получились данные на вкладке Data Preview. И также мы можем заметить на вкладке Blat Analyze, что у нас таблица, вот этот датасет связан из трех других. Ну, давайте перейдем, собственно, к разработке Dashboard, и для этого нам необходимо нажать на вот эту клавишу Create Component. Перед этим, чтобы уточнить, что все у нас связи отображаются правильно, мы можем нажать на Associated View и посмотреть, как у нас соотносится таблица. Здесь у нас они представлены плоские, без каких-то джойнов, либо же связей с сущностями, поэтому мы можем свободно перейти вот сюда на разработку. Давайте начнем. Можем выбрать здесь директорию, которая будет генерироваться все наши Dashboard в сущности. Мы можем выбрать вот сюда демо-папку, созданную на первоначальном этапе. Здесь я вот сейчас приблизил интерфейс, и, собственно, думаю, можем начать разрабатывать и работать с интерфейсом именно генерации и визуализации. Для начала можем сформировать какой-нибудь график по подкатегориям и, например, значений продаж. Здесь обычная столбчатая диаграмма. Перед тем, как, получается, сформировать свою визуализацию, мы выберем ее здесь из списка доступных, и после этого можем вытянуть сюда в режиме drag and drop показатели измерения, необходимые для анализа. По логике работы здесь достаточно привычный интерфейс для пользователей как Tableau, так и Power BI. То есть здесь вот это что-то похоже на такой вот интерфейс визуализации доступных, а здесь, скажем, показатели измерений достаточно похожи из системы Tableau. То есть также вот как на этапе ранее здесь T у нас, например, определяются, это все вот измерения и в формате данных, которые они были выгружены в систему, и показатели — это здесь знаком решетки. Те показатели, которые мы будем создавать заново, они будут генерироваться точно так же, получается, со значением решетки и вот просто значком функции рядом с ним. Например, если я просто сделаю какое-нибудь тестовое поле, назову его TestFeed, то вот, можете заметить, оно отображается со значком решетки и функции. Ну, давайте перейдем к анализу. Собственно, у нас есть значение под категорией, и мы, допустим, хотим посмотреть значение продаж, как распределялись по ним в зависимости, где у нас больше, где они меньше. Здесь мы, получается, выгрузили данные в систему, и видим, что у нас они отсортированы по умолчанию, как они организованы в данных. Но если мы захотим отсортировать их по убыванию, то это вот можно настроить легко, кликнув на подкатегорию, перейдя вот дальше в Descending, то есть по убыванию, и выбрав сортировку по убыванию по показателю продажи суммы. После этого мы можем заметить, что у нас отобразилась здесь панель для кастомизации, и, например, можем убрать target name, потому что нам здесь не надо отображать, что это указатель именно продаж, он здесь один. Собственно, здесь мы можем потом кастомизировать ось, можем убрать эти значения, потому что мы их сейчас отобразим вот здесь в качестве текста, в качестве дополнения. Давайте вот изменим формат, чтобы у нас текст как-то выделялся на фоне всех остальных столбцов. Ну и поэтому, так как мы добавили значения для каждого столбца, мы можем подкорректировать наш ось. Здесь тоже достаточно богатый инструментарий, мы можем назначить, какой у нас текст, его кастомизировать, и легко убрать вот эти значения. То есть вот здесь подкатегорию. Ой, вот так надо оставить только. И вот здесь, с точки зрения показателя продаж, нам эта информация не нужна, мы ее тоже можем убрать. И назвать, собственно, нашу визуализацию, это распределение продаж по категориям. Собственно, здесь вот так же имеется у нас вкладка View All Data, ее необходимо нажать для того, чтобы работать со всеми данными, чтобы система подключила и обработала их все. В чем плюс этой особенности? То, что первоначально вы работаете только с выборкой данных, ограниченной 10 тысяч строк. То есть если у вас грузится первоначально достаточно большой набор данных, либо же таблица, которая там состоит из миллионов, либо миллиардов строк, вы можете ознакомиться только с каким-то срезом и дальше подгрузить ее всю, чтобы отобразить ее на дашборде. Собственно, также можно кастомизировать вот здесь название. И давайте создадим новую визуализацию, как это делается. В качестве достаточно удобного и понятного решения можно нажать Copy, чтобы у нас сохранилась связка к нашему датасету. Здесь вот Fine BI немножко работает по-другому, потому что он позволяет работать с различными данными, дашбордами, и поэтому вы можете совместить различные визуализации, несовместные между собой, на одну панель. Давайте здесь вместо теперь продаж отобразим у нас указатель прибыли. И, соответственно, тоже подкрасим, сортируем значения, чтобы они влияли и определяли для нас ключевые значения. Например, вот здесь. Как можно подсветить, чтобы это значение у нас казалось и выделялось на диаграмме? Для этого мы перейдем и вытянем указатель прибыли в Color, и после этого настроим его покраску по градиенту. Для этого перейдем в Custom и настроим только два цвета. Здесь ограничим, что у нас область будет отрицательное значение до нуля, и прочее положительное. Здесь я выберу их в качестве красного цвета, а здесь давайте серого. И сразу я могу отобразить на интерфейсе какие-то подкатегории у меня являются не такими прибыльными. Ну и по аналогии, как на прошлом этапе, я выделю текст и отредактирую, чтобы у меня он отображался черным. Отформатирую ось и тоже переменую здесь график. Ну и теперь я могу создать новую визуализацию, в которую перейти к другому формату, например, график динамики той же самой прибыли и продаж. Для этого я перейду на другую визуализацию, на другой ее тип, и здесь в поле горизонта лэйр я перетяну дату. Настрою, чтобы она отображалась у меня по году и месяцу, и теперь я могу увидеть ее в динамике, как она отображается здесь. Значений достаточно много, и для того, чтобы они удобно отображались на дашборде, мы можем выбрать здесь адаптив дисплей, то, как он у нас будет адаптироваться под расширение. То есть вот здесь я нажал «Собирол», и он будет отображаться под все разрешение страницы, то есть под ширину и высоту вашего экрана. После этого я также хочу подсветить проблемные участки на графике, и вот по аналогии, как на прошлом этапе, выбираю «Color», «Градиент» и выделяю только два участка. Также мы можем здесь выделить значения, и видим, что у нас сразу отображаются такие вот индикаторы. Можем убрать вот здесь легенду, чтобы она не отвлекала нас для анализа. Вот, собственно, здесь у нас получился график. Теперь динамики, прибыли. И можем построить точно такой же, только для продаж. Можем кастомизировать, например, здесь график. Здесь достаточно много тоже различных расширений. Можем, чтобы при наведении у нас отображался в тул типе значения, и также вот значение, которое у нас с точки зрения его изменения. Так, вот я сейчас добавлю его сюда. И, например, я хочу, чтобы отображалась только максимальная. Надо же, подожди. Так. Вот так. Стоп. Вот, да. И после этого я могу уже настроить, чтобы у меня отображалось процентное изменение прибыли. Вот, то есть при наведении я сразу могу отобразить показатель и после этого назначить его в каком-то так. Сейчас вот так. То есть это как делается? Quick Calculation, Chain, Growth Rate. И далее в Year, Month Rate мы выбираем то значение, которое нам необходимо сравнивать в периоде. Например, здесь это с годом. Ну и в дальнейшем можем продублировать нашу диаграмму и построить аналогичный график только для значения продаж. И так же настроим здесь у нас вид расширения и отобразим значение прироста, которое будет отображаться у нас при наведении. Выбираем Quick Calculation. Year, Growth Rate. И после этого выбираем Chain, Growth Rate. Здесь же мы видим изменения в отношении значений продаж к прошлому периоду. Можем также отредактировать значения, которые отображаются здесь. Например, корректировать, чтобы у нас отображалась дата. Здесь также, чтобы у нас было легче читать и работать с интерфейсом. Можем отредактировать его значения. Вот, то есть теперь у нас отображается продажа, какое-то расстояние, и вот здесь только дата на период. Аналогичный график можем также переименовать, как на прошлом этапе. Так, здесь у нас динамика продаж. И также можем продублировать, чтобы построить новую визуализацию. Мы отобразили наши продажи прибыли в разрезе подкатегории, как они, динамики. Но давайте отобразим еще в формате KPI, значение, которое, в принципе, оно фактовое. Для этого мы берем, перетенем horizontal data year months и перейдем на дашборд, на интерфейс, чтобы у нас создать фильтрацию. То есть здесь фильтры создаются прямо на дашборде. Здесь это может немножко показаться непривычно, но вот мы сможем вытянуть какой-то компонент и настроить, какому набору данных он адресуется и по какому полю будет происходить фильтрация. То есть вот как выбрано в значении фильтры компонент по дате. Я выбрал конкретный датасет demo dashboard и датасет для demo, чтобы у меня вот определялись значения по вот этой дате. Дальше я могу, собственно, выбрать те, получается, параметры, которые будут в визуализации фильтроваться на дашборде. Я оставлю все и впоследствии объясню, зачем это сделано. Так, перейдем на график продаж. И здесь уже настроим ручную фильтрацию, чтобы добавить условия, по которым будет фильтроваться у нас data year months. Выберем дату, зафиксируем ее по какому-то компоненте фильтра, которое добавлено на дашборт. И здесь у нас с точки зрения детализации выберем год месяц year months. Ну, теперь, если я перейду на дашборт, и мы заметим выбранное значение, допустим, октябрь 2018 года, то у меня сразу отфильтруется и показатель. Что я хочу после этого сделать? У меня имеется значение, например, уже изменения к прошлому периоду, но я хочу посмотреть, как у меня отображались значения по отношению к всему году. Для этого я добавляю также показатель продажи в поле текст и назначаю вот следующую визуализацию. То есть здесь у нас был year months и growth rate, это процент изменения к месяцу. А теперь я хочу назначить детализацию по году. Для этого я также назначаю quick calculation year on year и дальше выбираю year growth rate и оставляю детализацию по году. И сейчас у нас отобразится здесь изменение к выбранному периоду, но за прошлый год. Давайте изменим немного у нас наш показатель, наш KPI. Добавим здесь значение months over months, здесь, соответственно, year over year. Выделим эти значения в какой-то кастомизации, чтобы они не сильно выделялись на общем фоне, а здесь отобразим текст в таком виде. Собственно, мы видим, что у нас выделяется значение наших фактов продаж, а также изменение к выбранным периодам месяц, месяц, год, году. Здесь нам ось не нужна, поэтому давайте скроем ее на отображение. Это делается по аналогии, как на прошлых этапах, сет категории axis, и мы здесь, получается, отщелкиваем все дропбоксы. Теперь, если перейдем вот сюда в значение показателя, мы увидим, что у нас легко отображается KPI. Но вот здесь еще можно удалить title. Это, получается, наше название. И чтобы у нас полностью было чистое значение фактоида. После этого я продублирую значение для прибыли и для количества. Собственно, я также, получается, добавляю значение. И сейчас я рассчитаю значение year, month, year. Это growth rate. То есть изменение к месяцу. И по аналогии добавлю значение для года. После этого я также отформатирую наш фактоид. Здесь я удалю значение количества. Здесь я удалю лишнюю информацию. И приведу его как же к единому стилю нашего фактоида. И назову его показатель количества. И выделю его к конкретному форматированию, чтобы он у меня был похож на предыдущий. После этого также продублирую его для прибыли. И рассчитаю значение. Держись. Держи. Держи. Здесь мы уберем по аналогии, как на прошлом этапе. Так, выделим прибыль, выделим значение. И также можем выделить конкретный шрифт, который будет использоваться для визуализации. Вот, после этого, когда мы сформировали три фактоида, мы уже можем привести наш дашборд к какой-то структуре. Здесь это также делается легко путем режима drag and drop, когда мы формируем как в конструкторе наш отчет. Вот, здесь это все динамически изменяется под расширение моего экрана. Сейчас я его немножко уменьшу. Так, и уменьшу также значение динамики и графика фактоидов. Так, вот так. И особенно моих барчертов. Давайте передвинем его наверх. Назовем наш дашборд, добавив значение из поля other и выбрав текст-компонент. Назовем наш дашборд дашборд анализа продаж компании. Выберем здесь форматирование текста и изменим его размер. Так. Здесь вот стоит учесть, что на первоначальном этапе я не учел размер дашбордов визуализации, поэтому все они у меня такие достаточно получились большие. Но если вы будете разрабатывать относительно какого-то небольшого отформатированного показателя, вот как здесь, то он у вас также будет копироваться на дашборд форматирования следующего вида. Так, вот я уменьшил график динамики, уменьшил наши фактоиды. Так. И после этого сформирую их в один стиль, в одно оформление. Так, здесь я, получается, в графике динамики продаж отображу его рядом с фактоидом. Здесь я также отображу рядом прибыль. И, собственно, вытяну значение для количества. Здесь я вот могу заполнить расстояние, чтобы оно у меня отображалось под одной линией. И дополню информацию, выберите значение для фильтрации своего дашборда. Вот, и увеличу размер текста, чтобы его было лучше видно. После этого я могу добавить оформление для моих графиков продаж и прибыли. Приведу их к единому стилю. И после этого добавлю контейнер, который будет содержать и позволит мне легко переключать эти две диаграммы. Я добавил конкретную визуализацию, называемый тамп-компонент. Она находится вот здесь во вкладке «Азер». Тамп-компонент, она самая последняя. После этого я могу выделить, что я хочу смотреть, например, показатель продажи. И здесь, например, прибыль. Изменю название для того, чтобы поменять это на распределение по показателям, по категориям. И увеличу текст, чтобы его было лучше видно. Так. Вот так. И после этого я уже перетяну в формате drag and drop визуализацию в эту коробку, чтобы она вот здесь лучше отображалась. То есть здесь для переключения визуализации нам не нужно делать каких-то кастомизируемых решений, а можем воспользоваться уже готовыми, чтобы легко построить нам график. После этого давайте перейдем к какому-нибудь другому графику, чтобы привести это все к единому стилю. Здесь у нас будет количество. Здесь график также по динамике количество. Вот. Добавим количество. И перенесем график. На дашборт. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть цвет региона будет характеризовать его на диаграмме, а текст мы сделаем просто черным, чтобы он был понятен здесь. Так, уберем легенду и переименуем график. Продолжение следует... Продолжение следует... Собственно, после этого этапа мы можем также отсортировать значения, которые у нас указаны здесь, чтобы они отображались от большего значения к наименьшему. Вот. И теперь, видим, у нас поменялись регионы и можем добавить этот график на визуализацию. Вот. Собственно, можно добавить сюда еще один график. Давайте это будет график у нас стопчатой диаграммы, характеризующей у нас, как у нас продажи распределяются по сегментам. Для этого мы перейдем, создадим также новую визуализацию. Здесь мы перейдем к разрезу под категория, давайте категория и сегмент. И, собственно, тоже отсортируем наши значения, чтобы они отображались по убыванию. И также можем покрасить значения сегментов, чтобы они были более наглядными. Можем сделать вот такую диаграмму, либо же, чтобы у нас каждый из стопцов оставался вот здесь на месте. Для этого мы перенесем просто цвет color и можем назначить его по шее. Берем легенду, давайте вот так. И чтобы легенда у нас была внизу. Берем у нас название на оси. Только наоборот. Здесь мы получили чистую диаграмму. Ну и теперь здесь можем, собственно, кастомизировать и детализировать всю информацию на дешборде. Немножко растянем его. И теперь можем добавить таблицу, чтобы у нас была детальная информация, которую мы смогли сверить с тем значением, которое у нас на фактоиде. На диаграмме, например, той же прибыли при наведении. И чтобы мы могли реализовать вот этот функционал тех же дилдамбов. Здесь я сделаю диаграмму распределения продаж по категориям или просто продажи в разрезе сегментов категорий. И после этого перейду к разработке новой визуализации. Это таблицы. Таблицы здесь реализованы достаточно удобно и понятно. То есть здесь мы можем также уже вручную иметь детализацию по выбранным измерениям, которые мы перетягиваем сюда. И также я хочу добавить вот следующие разрезы данных. Это продажи, это прибыль, это количество. Ну и пусть у меня еще будет размер скидки. Скидку я, допустим, хочу отобразить в качестве процента. Я это легко изменю, вот здесь изменив нумерик формат и выбрав процент. Правда, она здесь агрегирована и лучше ее из данной дилдаун таблицы убрать. После этого можем добавить категорию регионов по субъектам, по городам. Дальше можем добавить еще по подкатегориям. И для того, чтобы у нас все это отображалось, можем поменять оформление нашей визуализации. И переименуем здесь значение тотала. Это также легко делается вот здесь. И можем настроить, собственно, отображение нашей таблицы, проверить, что все у нас корректно работает так. То есть при нажатии на какой-то из разрезов данных, например, регионов, я углубляюсь дальше. И мне необходимо детализироваться до самого максимального уровня. И вот здесь достаточно удобный функционал таблиц, а-ля как сводная таблица в Excel. Если мне необходимо развернуть все измерения до самого конечного уровня, я просто нажимаю здесь на плюсик в столбце, и у меня отображаются все значения. Это тоже достаточно удобно, когда мне необходимо посмотреть только в разрезе подкатегории, или же вот категории я хочу посмотреть в разрезе тех же продуктов. То есть у меня они сагрегировались, и я вижу только данные на уровне категория, подкатегория. Также, если я хочу их свернуть, также я нажимаю на минус. Здесь я отображу детальную сводную таблицу. Так, сводная таблица. Но помимо того, что я сделал сводник, я хочу, чтобы у меня отображались все значения. Обычная таблица максимальной детализации, и она выглядит следующим образом. Здесь я добавляю те же самые разрезы, которые у меня были первоначально. Это субъекты, это, получается, города, order ID, потом продукты, категории, подкатегории. Ну и в дальнейшем я отображаю здесь показатели, которые хочу увидеть в таблице. Это продажи, это прибыль, это скидки и количество проданной продукции. И назову ее, пожалуй, детальной таблицей. Чтобы удобно переключаться между этими таблицами, я также добавлю в значение таб-компонент, как по аналогии с графиками распределения показателей. И перенесу вот сюда, в детальную таблицу. Вытяну, чтобы она масштабировалась под всю страницу, и после этого добавлю мой сводник. Здесь я могу убрать детализацию, потому что у меня уже и так понятно, что это детальная таблица. Расширю ее на все разрешение экрана и перейду к моему первоначальному тэшборду. Теперь можем немножко подкорректировать здесь значения, чтобы они у нас тоже лучше отображались. Уберем легенды. Можем, кстати, взять и назначить у нас, изменить диаграмму, например, скруглить ее немного. Можем увеличить размер индикаторов в бот и уберем значение на оси. Так, еще немножко подкорректируем. И по аналогии проделаем действия на этом листе. Так, уберем значение оси. Ну и теперь, собственно, можем также подкорректировать графики продаж, чтобы они лучше выглядели. Так, категория «Эксис». Берем значение на оси и уменьшим значение, чтобы они лучше отображались вот здесь. Так, по аналогии изменим прибыль. Берем значение «Датт» и изменим количество. После этого мы видим, что дашборд у нас приобретает достаточно приятное очертание уже характерного отчета. И теперь можем реализовать функционал фильтрации и других пользовательских действий. Здесь достаточно удобно реализован функционал фильтрации, потому что я могу назначить фильтрацию как всего дашборда, так и конкретных листов, выбранных здесь. То есть я могу отжать, чтобы у меня значения от динамики прибыли не отображались в фильтрации. И для этого только фильтровались мои графики распределения, которые указаны здесь в списке диаграмм. И также мои графики распределения, которые указаны в этих коробках. То есть теперь мы видим, что при нажатии выбранного фильтра у нас также фильтруются все диаграммы. Теперь, если я захочу перейти, например, с этой визуализации на другую, я могу назначить также легко фильтрацию. Она здесь реализована удобным методом, потому что мы можем назначать полностью каждую визуализацию, в которой она будет фильтровать срез данных. То есть здесь у нас может быть не только сквозная, но и перекрестная фильтрация, например, по значению региона. И я выберу здесь, например, детализацию только по региону, который у меня здесь. И я увижу, что у меня корректно отображаются значения. И теперь ссылки у меня будут такие перекрестные и удобные. С точки зрения функционала фильтрации, здесь он похож достаточно на табло, когда мы можем на дашпорте назначить конкретный срез фильтруемых данных, а не фильтровать весь дашпорт в сквозную, полностью там делая какие-то отдельные выборки. И переназначим здесь, чтобы у нас тоже корректно отображались диаграммы и соотносились показатели. Так, регион и здесь регион. То есть при этом, в чем плюс такой фильтрации, что добавив какой-то лист, не связанный с дашпортом, например, с другими данными, мы можем выбрать конкретное поле для фильтрации, и соответственно ему у нас будет происходить связь и отображение данных на листе. Так, ну после этого мы можем протестировать наш набор данных, что все у нас корректно отображается и фильтруется на дашпорте значения. Здесь вот стоит отметить, что система в принципе работает достаточно быстро и эффективно, просто здесь я еще отображаю демонстрацию, и поэтому у меня немножко замедляется интерфейс. Вот, и здесь, чтобы у меня отображались показатели также корректно со связкой регионов, я назначу их вот здесь. Вот, привязку по регионам. Вот, и при нажатии фильтрации здесь у нас также вот эти фактоиды отображают корректную информацию, и которую мы можем увидеть здесь на таблице, то есть значение у нас, количество прибыли и продаж, они корректны, и можем детализироваться и посмотреть конкретно, в каких субъектах были организованы продажи, в каких городах, и детализировать информацию здесь. Вот, собственно, также это распространяется и на детальную таблицу, которая здесь. То есть независимо от выбранного значения, вот мы можем также отжать, либо вот нажав Clear All Linkage, это в значке правого угла диаграммы, либо же в правом верхнем углу дашпорта. Нажмем сюда и сбросим все указанные фильтры. Вот, по аналогии, можем в конце, когда мы увидели, что все у нас корректно отображается, мы можем как-то вот кастомизировать наше представление дашборна, а конкретно выбрав ему, задав конкретный стиль. То есть здесь имеется ряд заготовленных тем, которые будут отображать данные в соответствии с текстом, указанием диаграмм, то есть расстояние между ними, там, их оформлением, а также можем сделать свой. Давайте это вот сейчас продемонстрирую. За основу возьмем вот этот белый экран и настроим его как-нибудь для своих нужд. Вот, собственно, здесь мы немножко сузим расстояние, увеличим, вернее, его между самими диаграммами. После этого я хочу убрать какой-то шрифт. Это все будет у меня, например, вот здесь, в Arial. Ну и также я хочу, чтобы у меня вот здесь была какая-то стилизованная картинка. Я могу ее добавить вот сюда в оформление. После этого я могу задать конкретную палитру для графиков. Она также легко кастомизируется и может назначаться для всех визуализаций. То есть, видите, я поменял синюю, и это будет мой корпоративный стандарт, моя вот палитра, которая будет использоваться на всех дешбордах, диаграммах указанного приложения. Вот, после этого я могу также назначить и форматирование таблиц, которые очень похожи здесь на форматирование как в Excel. То есть я могу выбрать тип раскрытия. Это как иерархичный список. Это вот как развитие аудитальной таблицы, указанной ниже. Либо же это просто drilldown, когда мы детализируемся вниз во всю таблицу. Так вот, здесь также я укажу текст таблицы, чтобы все у меня было в Arial. А также я добавлю какой-нибудь шрифт, который у меня будет на фильтрах. Вот, и как-нибудь давайте покрасим наш фильтр, чтобы он выделялся здесь на диаграмме. Так, вот здесь я могу сделать вот так. Ну и давайте буст вот такой. После этого я могу сохранить свой дешборд. Вот ту же демопапку, которая у меня была создана, например, первоначально. И, например, назвать его дешборд «Анализ продаж». И теперь у меня сохранится он для доступа пользователей, то есть чтобы я мог не редактировать его как аналитический отчет, а уже разрешить пользователям работать с ним самим. То есть вот здесь даже, когда я, получается, увеличил разрешение, которое у меня на дешборде, вы видите, что у меня дешборд также легко уменьшился или увеличился в зависимости от выбранного критерия. То есть вот здесь разрешение 170, и вот оно также будет уменьшаться либо расширяться в зависимости от ваших нужд. Давайте перейдем в 100% и теперь продемонстрируем другой функционал. Это выгрузок в данных в Excel и в PDF. И, собственно, когда я нажимаю «Экспорт to Excel», я выгружаю все данные визуализации, которые находятся вот здесь. Если же я хочу ознакомиться с какой-то визуализацией и конкретно посмотреть, что там были за данные, например, в таблице, я могу это легко выгрузить. С точки зрения пользователя я покажу, как это реализовано, и также я могу назначить эту выгрузку в Excel. Если я открою кран, то видите, у меня вот здесь он так сохранился. Достаточно понятно и удобно. Так, здесь я это закрою. И после того, как я разработал, я могу посмотреть, как его будет выглядеть конечный пользователь, который будет работать с отчетностью. То есть при нажатии я уже не могу что-то редактировать, но я могу тестировать значения фильтров, я могу также назначать свои действия. Например, я захочу и перейду к раскрытию таблицы, если мне что-то не видно или непонятно. Это вот по аналогии, как функционал реализован в Power BI. Так, вот сейчас немножко грузится визуализация. Так, то есть я перехожу вот сюда, здесь вот есть такой бокс, называется Dropdown. Я перехожу в него, нажимаю Zoom in, и у меня раскрывается в более высоком разрешении диаграмма, которую вот выбрал я ранее. Если же я хочу посмотреть, как у меня вот фильтруются данные, я могу увидеть, что у меня здесь отображается только по 10-му месяцу, который вот фильтры здесь. Больше никаких фильтров здесь не учтено. После этого я могу посмотреть детали. Это вот, собственно, данные визуализации, которые отображаются вот здесь. И после этого я могу выгрузить данные в Excel. То есть данные визуализации по аналогии того, как я выгрузил ранее для всего дешборда, вот как здесь так сейчас. Вот, я могу, получается, отобразить все данные, которые у меня, причем с картинкой, которые у меня фигурировали на этой визуализации. Вам сейчас видно экран, да, Excel? Да, видно. Так, отлично. То есть здесь у нас представлен такой функционал пользователя, который вот, собственно, покрывает все необходимые потребности. После этого мы можем назначить рассылку данного отчета от нашему руководству либо же каким-то бизнес-пользователям. И она также настраивается из коробки. Сейчас мы перейдем и посмотрим ее по деталям. То есть здесь мы можем в директоре добавить потом наш дешборд, чтобы его видели обычные пользователи. И после этого я как администратор должен буду назначить рассылки для, получается, формирования отчета по списанию. Она бесплатная, но необходимо сделать некоторые действия. Для этого я перейду в Task Schedule, нажму Add Task и назову его задание, например, рассылка ежедневного отчета. После этого я определяю пользователей, которым будет отправляться либо это какой-то департамент, либо же это будут конкретные роли, которые я задам на сервере. После этого я проверяю все данные, перехожу на следующий экран. Так, ссылка ежедневного почему-то тут. Какой-то знак появился. Так, сейчас, давайте вот так. После этого я могу выбрать формат рассылаемой сущности. Это я хочу, чтобы отправлялся у меня отчет BI. Выбираю разработанный дешборд. Вот он в демо-папке. Это дешборд анализ продаж. После этого я могу выбрать какие-то параметры для фильтрации и то, как у меня будут отправляться дешборты, например, в формате XLA в данных и PDF для пользователя. Остальные параметры, они такие техничные и нам пока не нужны. После этого я выбираю время рассылки, например, в 16.11. После этого могу выбрать частоту, достаточно тоже подробно по каким-то условиям для фиксированного интервала. Там каждую минуту, каждый день, каждый час. Здесь достаточно подробно все это определено и могу выбрать конкретное расписание с учетом дат. То есть для каждого месяца могу сделать такой календарь событий. После этого я возьму и могу назначить также рассылку в качестве алерта, то есть это по какому-то показателю таблиц, либо же при увеличении его значения. Это также достаточно удобно, если необходимо отслеживать какие-то важные показатели и их изменения. После этого я возьму и назначу какую-то частоту. Давайте пускай он будет у меня выполняться в 16.10. Каждый день и пускай будут все месяцы. После этого я могу назначить другие условия, а также параметры для рассылки. Это вот рассылка по почте у меня кастомная, то есть я выберу свою учетную запись, свою почту. После этого я выберу получателей, кому я могу добавить его в копию, чтобы получить это письмо. И также могу указать ему письма, например, ежедневная рассылка отчета о продажах. И после этого я могу также добавить какое-то содержание в письме, если необходимо детализация, например, по департаментам. Данные продаж. Начинаю с 2018 года. И после этого я выбираю, что в качестве подвязки у меня будут использоваться Excel и PDF, и нажимаю «Save». После я нажимаю на само расписание, и в этот промежуток времени сейчас на почту мне должна прийти рассылка. А пока я ее жду, я могу сейчас посмотреть вопросы. Так. Да, Руслан, давай, наверное, немножко по-другому. Я буду читать вопросы быстро, и вот в таком формате я хотел. Давай. Потому что здесь на некоторые вопросы ответила Инна, на некоторые вопросы мы ответили сами. Во-первых, я тебя благодарю, спасибо огромное. На самом деле, очень круто, мне безумно понравилось. Не знаю, коллегам уверен, что тоже. Я, с вашего позволения, не буду, собственно, говорить, кто задает вопросы, потому что некоторые с псевдонимами, мало ли кого-то, не дай бог, не так их назову, поэтому просто вопросы. Значит, первый вопрос. Нужно больше информации по поводу источников и всех видов подключения. Это наиболее интересно разработчикам. Я думаю, что бегло, наверное, можно же, да, показать вот... Покажу, вот, то есть, вот сейчас одновременно мне пришла на почту рассылка, вот сейчас видно экран, да? То есть, вот она, с нашего сервиса почтовика пришла вот ежедневная рассылка отчета продажи, который я сейчас сформировал здесь. И рассылки у меня вот здесь отображается дашкорд, созданный мной сейчас. Теперь, если мы говорим о подключении данных, данных здесь достаточно много, то есть, это, как я вот сказал, как у нас, это подключение обычной Excel, это также может быть там какой-то отдельный набор SQL, то есть, при подключении вашей базы. То есть, вы сформировали ряд таблиц для пользователей, и после этого они будут формировать SQL-запросы, вы, вернее, сформулируете запросы, которые они будут дальше формировать отчетность. То есть, такие заготовленные витрины. Если вам необходимо как-то ограничивать, то коннекторы есть достаточно большое их множество. То есть, это начиная... Так, сейчас... Вот такие следующие коннекторы. Это самые популярные системы, которые тоже могут покрывать потребности. Это вот и Vertica, и Greenplum, это и Oracle, и Passgress. То есть, здесь коннекторов из коробки, которые доступны достаточно много. В том числе и ClickHouse. Все популярные с UBD. Спасибо. Давай тогда дальше. В реальной версии можно ли свой файл Excel подгружать? У меня получается работать только с предустановленной BD на китайском языке. На этот вопрос мы, по-моему, отвечали, что там нужно... Английскую версию, да, проверьте, пожалуйста. Да, это вот один из вариантов английской версии. Второе, это нужно, если у вас установлено на Windows, чтобы подгрузить ваш файл Excel, вам нужно использовать только Direct Connection, которые указаны вот здесь. Через Spider есть некоторые сложности с Windows, потому что там надо это настроить на стороне администратора. И, собственно, на Linux, если у вас там разворачивается сервер, либо еще какие-то опции, то Spider и Direct режим, они работают без проблем и, в принципе, таких каких-то сложностей не вызывают. Отлично. Так, дальше вопрос такой. Ну, это было в самом начале, как ты начал творить магию. Я, честно говоря, уже не совсем понимаю, к чему это относится, но из песни слов не выкинешь, как говорится. Дословно, если формат даты исходный другой, запятая, что делать? Ну, если формат даты другой, то он воспринимает три формата даты. То есть он либо, вот как было при здесь, вот у меня в выгрузке, сейчас покажу, так, дата превью, вот такой. Он может через штрих, вот так, через косые значения, либо вы можете собрать здесь свою дату. Тут есть вычисления достаточно много, и они удобны. Если вот сейчас перейдем также в Edit Dataset, мы можем рассчитать свои какие-то поля. Это поле New Count называется. И здесь можем, например, собрать по дате, вот там значения, которые года. Правда, на китайском не стоит пугаться. Все вот, она скоро будет на английской версии и потом уже на русской. Вот. То есть вы можете собрать свою дату из там трех составных значений, там поле времени, еще чего-то. Отлично, двигаемся дальше. Точность уменьшить в скобочках формат. Это где-то вот примерно там же было по времени. Так, точность это что? Это в значениях, да? Чтобы там рубли без копеек, например, были. Вот здесь, да. Это, собственно, можно сделать как... Есть такая функция у нас раунд. И мы, например, выбираем продажи. Там продажи были, да? Так, вот, да, продажи. И я назначаю до двух. Так, продажи. Пока можно еще задать несколько вопросов. Пока я это делаю. Ну, дальше вопрос такой традиционный. Меню можно русифицировать. Отвечаю, что меню нужно русифицировать, и мы это сделаем. Далее вопрос, а будет запись вебинара или краткая инструкция данного примера? Да, записи будут. Может, на самом деле, даже, наверное, датасет дать, да, Руслан? Я вот тут немножко, да, тоже такой бонус для всех вот коллег. То, что скоро мы готовим отдельную статью на Хаббер и на ресурсе ВК и различных. Там будет достаточно подробно разобрано в текстовом формате то, что вот я, собственно, делал сегодня. Чтобы вы тоже могли спокойно сесть и там разобрать для себя вот функционал пользователя и какой-то обработки данных. Ну, да, степ-пай-степ, да. Да, и точно подвесим мы датасет. И вот здесь, если я вот как сделал, получается, вычисление, у меня на новой колонке добавилась продажа округленная. То есть, отвечаю на предыдущий вопрос. Вот она. Да, дальше тогда. Наклонные подписи и измерения. Да, можно. Наклонные подписи и измерения. Да, вот так вот без «и». Ну, можно, да, вот если сейчас на дашкорд перейдем. И давайте его приукрасим тут немножко. Все это сделаем. Наклонные подписи. Давайте сделаем все одним, шестнадцатым шрифтом. Так. И здесь такие. Вот, пожалуйста, можем мои подписи все поменять. То есть, кастеризация здесь имеется такая. Бежим тогда дальше, да? Да. Есть ли табличные контейнеры для создания дизайна взаимного расположения? Ну, такого прям пока что вот нет. То есть, здесь вы можете распределить, вот как они, в принципе, у вас будут оформления, вот как там style guide. А такого, что прям вы разместите таблицы, и там уже будут определенные как layout, как по аналогии в табло. Ну, вот я еще пока не видел такого, не тестировал. Я думаю, что есть. То есть, тех же китайских там, вот которых аналоги коллег предоставляли, то там имеются вот такие разделенные блоки, и они достаточно красивые, понятные, наглядные. У вас есть ребенок присутствует, да? Отлично. Следующий вопрос. Точность без копеек или тысячи? Это сделали, можно или нет? Уже это сделали, да. Прошу прощения. Двигаемся дальше. Скажите, кроссфильтрация в визуализации работает? Да, кроссфильтрация работает. Если выберем одну, выберем другую. Сейчас здесь отфильтруется, вот по технике. Сейчас у меня все отобразится только по технике и только для регионов центральной. Это если о выборе нескольких фильтров и выборе там, не знаю, про срезы данных. Я вроде уже сказал, что там можно назначать на любые визуализации, как угодно. Ну да. Покажите, пожалуйста, как реализован дейлдаун. Да, если немножко побольше по дейлдауну, так и линкейдж. Тут такие интересные вопросы, их еще приходится перефразировать, походу, пока я читаю, чтобы было, ну это так, мое замечание небольшое. Да, здесь вот если говорим о дейлдаунах, они вот реализованы таким методом, что при нажатии, он из коробки, во-первых, что отметим, вам не нужно делать какие-то дополнительные вычисления, либо же действия, чтобы в том же самом инструменте табло их назначить. То есть вы просто берете, нажимаете вот сюда, и у вас уже все значения, вы просто берете, проходите до самого нижнего, либо же можно настроить, чтобы по оформлению это было как выпадающий список у вас, как дерево. Вот, например. Видите? То есть можно как угодно сделать, там дейлдауны, они достаточно богаты. И, в принципе, таблица здесь очень похожа на Excel. То есть, если мне мало вот этих строк, которые вот здесь в Total, я могу назначить их для конкретных визуализаций. Так, сейчас это где-то было. Total.ro. Нет, это не то. Можно пока еще, там, пару вопросов, какие вот есть. Пока я сейчас смотрю. Ну, они тоже дальше технические, поэтому тут таких лайтовых уже особо, ну, я имею в виду, не лайтовых, а... Ну, не знаю, вот такой глобальный вопрос. Какие есть возможности, похожие на Tableau Prep? Вот из последних. Из Tableau Prep здесь вот, к сожалению, такого прямо телеинструмента нет. Здесь это реализовано на этапе предобработки данных, Data Preparation. То есть, здесь богатые инструменты, они даже похожи чем-то на Power Query, когда вы можете рассчитать там показатель значения, и потом его прямо здесь, значение превью, посмотреть, как он рассчитался, и уже потом сохранить ваш датасет, использовать его дальше. Здесь прямо и телеинструмента какого-то нет, но есть, Сергей, кажется, подскажи там какой-то продукт у китайцев тоже, DataTube, который они строят там сами интеграцию всех потоков. Да, 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 есть такой отдельный продукт, ну, собственно, как и Tableau Prep, да. Но здесь вот рамках именно Find BI это вот реализовано вот с точки зрения такой подготовки. Следующий вопрос. Можно ли в копии поменять тип таблицы вместо пересоздания? Сводная, обычная? Знак вопроса. Так, давайте сейчас посмотрим. Вызываем пояснительную багаж? Да, я думаю, так. То есть поменять еще раз что? Можно было бы в копии поменять тип таблицы вместо пересоздания. В скобочках сводная, обычная. А если вот так перейти, то нет, потому что Detail Table, она отображается только вся, получается, до корней, до деталей. А здесь мы сразу вот в детализации вот тут можем прыгать между ними. Вот это Cross Table и Group Table, они называются на графиках вот тут. Между ними прыгать можно, пожалуйста, а вот в Detail Table, к сожалению, нельзя. Хорошо. Следующий вопрос. Копировать форматирование можно, знак вопроса, между листами, знак вопроса? Ну, к сожалению, между листами мы не можем прям полностью копировать форматирование, потому что здесь у нас достаточно подробно все можно, каждый график переделать, и, к сожалению, таких прям возможностей, чтобы как в Table ставить форматирование, и вот сюда, ну, нет, не предоставили еще. Но говорят, что будет. Будет, будет. Это главное. Шрифт можно поменять? Можно уже. Можно. Показали раз пять. Да, это, причем скажу, это вот которые шрифты из коробки, можно подтянуть свои какие-то кастомные, там, не знаю, тот же какой-нибудь кириллицы, чтобы читалось лучше, то есть в этом проблем нет. Супер. Можно ли, как в Table в Tooltip вводить дашборд, например, при наведении на регионы карты, во всплывающей подсказке, чтобы появлялась диаграмма с динамика и распределением показателей по соответствующему региону? Ух! Прочитал. Да, данные сейчас вот в контексте мы не будем его прям разрабатывать, потому что это достаточно там времени понадобится, но я скажу, есть такой функционал, когда мы при нажатии вот конкретной точки, вот здесь, как сейчас у меня, мы будем переходить на какую-то визуализацию, например, раскрытие по регионам, либо же какую-то детальную таблицу. То есть этот функционал есть, в этого не нужно пугаться, тут Tooltip достаточно подробный, просто они называются через функцию JobSettings, вот. И там вы указываете график, который будет адресовываться при клике вот сюда. Вместо заводского, то, что вы сейчас видите, продажи и вот изменения месяц к месяцу. Скажите, планируется ли вебинар по загрузке и преобразованию данных? По загрузке данных, кажется, да. Отдельно вот, но вообще вот по каким-то коннекторам и более технической информации мы будем обсуждать там на вебинаре по администрированию. Вот. То есть там рассмотрим подключение некоторых коннекторов, других, допустим, ClickHouse, там, PassGRE, и там уже посмотрим, как с точки зрения администратора готовить данные, чтобы пользователи могли подключаться к ним дальше и вести свою аналитику. Есть ли возможность кастомизировать виджеты с применением JavaScript, CSS и можно ли применять сторонние библиотеки типа D3GS? Да, я скажу, можно, но это вот не с коробки, это отдельные плагины делаются, либо же вам надо как-то кастомизировать там связку с платформой. Вот. Хорошо. Дальше целых-то и вопроса. Какие есть ограничения по количеству таблиц и объему данных? По количеству таблиц ограничений нет, по объему данных, которые может хранить формат Excel, он ограничен там порядка, кажется, миллиона или полмиллиона строк, я вот как-то смотрел. А если мы говорим про CSV формат, то есть если вы будете ваш Excel в CSV выгружать, там объемы неограниченные, хоть там миллионы, там, не знаю, и больше строк. Если это про Excel. Супер. Если встроенный ETL, на это мы ответили, можно ли настроить расписание по загрузке источников? Да, можно. Это по аналогии делается как рассылки, только мы при выгрузке данных делаем рассылку, не рассылку, а обновление источника по расписанию. По аналогии точно так же. Так, ну на самом деле, те вопросы, которые я записывал, они закончились, но пока мы отвечали на эти, тут навалилось еще немножечко других. Соответственно, если Сергей поможешь мне... Да, ну давайте, да, быстренько пробежим, на самом деле. Уже, да, вышли за рамки... Не, ну мы же планировали до понедельника, по-моему, вебинар. Нет, у нас был дашборд за час. Да. Ну дашборд за час мы сделали. Да, Руслан успел практически. Это Руслан просто на самом деле очень все показывал детально. Так-то тут новое место и работает. Так, 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 побежали дальше. Так, при рассылке пользователю вы показали возможность рассылки в Excel и PDF. Есть ли возможность рассылать как картинки? Картинки, да, можно. Так, отлично. Если дрилдаун на графиках... Дрилдаун на графиках тоже настраиваем отдельно, он есть. Так, есть ли коннекторы в интернет с парсингом таблиц на страницах? Это чтобы а-ля вот ввод данных в таблицу, да, или не совсем понял вопрос? Ну, видимо, где-то в интернете лежит таблица. Если про API мы говорим о какой-то вот, не знаю, чтобы вытащить интернет ресурс, это можно сделать, это не проблема. Более того, скажу, что если у вас имеется какой-то FTP сервер, либо HDFS, вы можете оттуда подтягивать ваши данные и синхронизировать их с FNBI. Но там обновления, конечно, надо посмотреть, как его настроить. В принципе, с любым сервисом хранения данных практически. Так, дальше. Можно ли отправлять пост запросы для получения данных? Да, можно. Функционал API реализован. При выгрузке самого дашборда в Excel выгружаются только отфильтрованные данные. Есть ли возможность выгрузить все данные, которые лежат на сервере, то есть выгрузить с дашборда FullData? С дашборда такого функционала, прям вот заводского, чтобы все данные скачать, нет, потому что они уже формируются какие-то преобразованные в зависимости от вашего графика. Я видел, что есть такая опция на источнике, но сейчас я так сходу не скажу, где. Вот. Но есть. Данные можно вытащить. Так, где взять справочную информацию по возможностям преобразования данных? Ну, к сожалению, смотрите, да, продукт новый для российского рынка. Мы максимально оперативно переводим и справочную, и техническую информацию. Что-то есть на английском, что-то на китайском. Мы постоянно дополняем, так что следите за информацией у нас на сайте datafinder.ru, следите за сообществом, собственно, посвященному Find BI в Телеграме, подписывайтесь. Вот там мы стараемся все это добавлять, всю новую информацию. По поводу покупки лицензии, коллеги, присылайте ваши запросы на, собственно, e-mail, с которого вы получили данное письмо, там, marketing-sobaka-bi-consult.ru. Там, ну, максимально подробно опишите вашу ситуацию, то есть какое количество лицензий вы хотите купить, и, собственно, какая модель вас там, что называется, вам больше нравится. Вендор довольно гибко подходит к продажам в Россию. Всякие варианты возможны. Давайте вместе подберем то, что вам наиболее полно подойдет. Так, 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 так. Профили пользователей Егор уже спросил. Ну, собственно, смотрите, справились, да, в полтора часа. Запись будет, и ссылку вот на Телеграм-чат тоже я кинул, присоединяйтесь. Ага, да, вот последняя. Задавайте вопросы, будем общаться. А можно, пожалуйста, у меня последний вопрос к Сергею? Да. Сергей, подскажи, а где ты взял такую классную подложку? Спасибо за хороший вопрос, Егор, да, это был риторический вопрос. Это законно, такой стиль бешеный. На самом деле, я не знаю, Егор, раскроем небольшую тайну, то, что у нас еще будет бонусный вебинар. Мы планируем пригласить нашего клиента, да, наших партнеров и друзей, кто уже, собственно, занимается внедрением FineBI в России, чтобы они показали, рассказали, может быть, да, устроим сессию вопросов и ответов. Вот, так что, коллеги, не теряйтесь, приходите на наши пятничные вебинары. Надеемся, вас не сильно утомили, но Руслан вообще старался как мог, запихнул максимум информации в час времени, прямо вообще бомба. Да, задачу мы, главное, достигли. Да, дошкорр получился вполне себе красив. Продолжение следует...